Всем привет! Итак, сегодня я хочу сделать такое видео на тему, как стать лучше тренером для своих клиентов, как стать тренером в Америке, а также рассказать немножко о своем опыте работы тренером, как и в Украине, и в Америке. В Америке я уже работаю тренером более чем 10 лет, поэтому есть о чем рассказать. И также хочу рассказать некоторые моменты, которые реально мне помогли в моей карьере, и немножко поспорить о некоторых мнениях других людей. Поэтому, если вам понравится видео, жду от вас лайки, и также пишите в комментариях, или вы являетесь тренером, или вы являетесь клиентом, или вы также являетесь тренером и клиентом. Я немножко позже расскажу разницу, в чем, какие свои приоритеты, плюсы и минусы. Так что, ну что, поехали! Итак, я специально выделила некоторые пунктики, и в первую очередь могу сказать, что я отношусь к той категории тренеров, которые больше практики, чем теоретики. То есть, я не говорю, что я никогда не училась и не получала образование. Мало того, могу сказать, что я училась в Украине, получала там образование тренера. Мало того, я также получила диплом массажиста, что мне помогло выучить и узнать лучше анатомию человека, что очень должен хорошо знать хороший тренер. Также мне пришлось, опять же, учиться здесь и получать, опять же, диплом тренера в Америке. Это значит, нужно было учить все упражнения, все мышцы на английском языке. Но это мне помогло предыдущее знание мышц на русском и на латинском, поэтому немножко было проще. Также могу сказать все, что то, что я научилась из книжек, из семинаров, конференций и так далее, я все равно в первую очередь могу сказать, что я больше получила знаний и пользы от практики. Поэтому очень часто, вот недавно буквально сделал такой пост на страничке моей Workout with Sasha, если вы там еще не будете, заходите, посмотрите. Вот, там очень много коротких видео, которые иногда вам не хватает терпения, может поискать на YouTube-канале, на страничке там есть. И там такой вопрос поставила, что для вас или важно ли для вас, чтобы ваш тренер сам испытал на себе, ну так сказать, те трудности, в которых он помогает вам помочь. То есть, например, важно ли для вас, что когда-то полным, это не значит, что там он был жирным, очень сильным, но хотя бы ощущал на себе, что такое, когда трудно отказаться от вкусняшки или когда лень встать на тренировку пойти. И да, большинство ответов было, что да, это было бы хорошо. Потому что, к сожалению, очень часто слышу такие жалобы, что клиент говорит, ну вот моя тренерша всегда была худая, я ей стараюсь объяснить, что мне очень трудно иногда остаться в режиме питания, она, видимо, никогда это не испытывала, и поэтому она никогда не сможет меня понять. Также были, которые немножко даже агрессивно начали со мной спорить, что нет разницы, там был этот тренер толстый, я наоборот никогда бы к такому тренеру не пошел. Вот главное, чтобы она знала все из книжек, понимаете? И это опять же привело к тому, что опять же, я считаю, что тренер должен не только учиться, у него не только должен быть теоретические знания, у него должны быть практические знания. Я никогда не говорила и не буду утверждать, что тренер, который никогда не был, допустим, толстым, он будет плохим тренером. Но в то же время я не верю, что человек, который, допустим, никогда не выступал на соревнованиях, хотя бы раз, это не значит, чтобы он там выиграл соревнования, чтобы он там был супер выступающим спортсменом, мало того, я немножко позже скажу, что это может даже мешать. И этот человек может вас подготовить хорошо к соревнованию. Да, у него будет теории очень много, он будет очень обознанным в этом вопросе, но минимальные вот эти моменты, когда ты там за неделю до соревнования, за день до соревнований, за шаг у нас до сцены, если этот человек это на себе не испытывал, он это не сможет вам объяснить и может быть помочь пережить эти моменты. И вот этим постом, когда я спрашивала, есть ли смысл, чтобы ваш тренер как бы когда-то был полным или с лишним проблемным весом и помогает вам в этом добиться этого, я считаю, что такой тренер с таким багажом, так сказать, и теории, и практики будет немножко лучше, так сказать, окей? То есть, как я сказала, большинство со мной согласились, но некоторые обиделись, посчитали, что я оскорбляю их тренера, который, допустим, никогда не был полным. Я никогда не имела это своей целью, окей? Так что, в первую очередь, я считаю, что если вы получили образование и вы выучились на тренере, вы получили эту корочку, я все равно вас прошу, чтобы вы больше набирались практики, потому что ты никогда не сможешь хорошо объяснить своему клиенту, что такое правильно тянуть той же широчайшей мышцей, если ты только видел ее на картинке. Я никогда не поверю, что человек, который никогда не ощущал, что, а я, поверьте, таких тренеров встречала, и, мало того, я им проводила мастер-классы, когда этот человек никак в жизни не чувствовал заднюю дельту, и я начинаю тренировать, это тренер, тренировать и говорю, ну вот сейчас работаем заднюю дельту, она не знает, как ее чувствовать. Я была удивлена, как этот тренер может объяснить своему клиенту, что такое задняя дельта и как ее работать, понимаете? То есть, для меня это было, ну, честно говоря, шоком. Поэтому, забегая наперед, скажу, что скоро будет блок видео, где я именно рассказываю, вот как активировать, максимально активировать, включить эти самые проблемные мышцы, допустим, та же задняя дельта, те же ягодичные, тот же пресс, потому что очень часто они просто выполняются по инерции и не максимально задействовать эту мышцу. Будет это будет, ждите, скоро будет на канале, если не хотите пропустить, подписывайтесь. Вот, и так, так что, все-таки, если мы выбираем просто теория или практика, то есть, в лучшем варианте это будет теория с практикой. Дальше, как я и сказала, очень часто вы можете заметить, что очень многие спортсмены, выступающие спортсмены, они хорошо выступают, они успешно выступают, но они когда не стараются стать тренерами, знаете почему? Или стараются, но у них не очень хорошо это получается, потому что одно дело быть хорошим спортсменом, выступающим спортсменом, успешным спортсменом, другое дело быть тренером. И опять же я могу рассказать разницу, в чем разница, потому что одно дело ты это можешь ощущать хорошо, мало того сказать, что у всех выступающих спортсменов, серьезных спортсменов есть свои тренеры. Не буду говорить имена, но даже те, которые там на начальном этапе кричали, никогда в жизни у меня было тренера, мне не надо тренера, я всегда буду выступать без тренера, это сам поинт, на каком-то моменте они нанимают тренера, потому что сам себя объективно тренировать и тем более готовить на соревнования иногда становится очень трудно. Вот, поэтому хороший спортсмен не всегда будет хорошим тренером. Опять же в моей жизни было таких очень много примеров, которые я встречала людей, которые офигенные спортсмены, очень классно выступают и так далее, но как тренер он не сможет работать, потому что опять же у него нет вот этого, может даже терпения, как объяснить тому же клиенту, который пришел и хочет стать как ты, допустим. В чем здесь такой момент? И я этот тоже момент почувствовала себе и прошла этот момент, когда я начала выступать уже и опять же я знаю, чего это стоит, я знаю, что такое добить эту мышцу до отказа. Мы об этом тоже поговорим, будет отдельное видео, когда я расскажу, ну что у меня такой был задан вопрос, как научиться эту мышцу доводить до отказа. Тоже будет такой блок, если вам интересно, ставьте лайки, обязательно сделаю такое видео. Вот, и этот человек, то есть я всегда старалась вот моих клиентов тоже довести до этого, так сказать, порога, до этого максимума, потому что я знаю, чего стоит, вот чтобы эта мышца начала работать и начала расти, понимаете? И мне всегда раздражало, когда люди приходили и, во-первых, начинающие, которые вообще мало того, что они не знают, как там правильно тянуть ягодично, они знают правильно элементарные базовые выполнять упражнения, те же приседания, понимаете? И мне это раздражало, потому что я хочу дать ему прогресс или ей прогресс, но у нее не получается, потому что она не знает, как для первоклассников, базы не знает, понимаете? Или там приходит человек, я хочу добиться результата, но не хочет чувствовать этот дискомфорт от боли в мышцах и так далее. И меня это раздражало, я не могла понять, почему человек, он же должен понимать, что если ты хочешь добиться этого, ты должен работать, ты должен трудиться на максимуме и так далее. И на одном из семинаров, я раньше очень много ездила, разные семинары, конференции, персональные классы брала, я училась, я находила людей, у которых я хотела научиться. Это еще раз возвращаюсь к тому, что практика все-таки важнее, чем просто теория. В книжке вы не поймете, что такое работать задней дельтой, понимаете? Как бы там хорошо ни было написано. Вот, и один из людей, который, я брала у него квалификацию, получал сертификацию, он мне говорит, понимаешь, есть разные люди. Есть люди, которые, можно так категория, ну вот аналитскими объясняла, я немножко на русский перевожу, что они занимаются фитнесом. Есть люди, которые занимаются бодибилдингом, то есть это такое грубое разделение, но фитнес, когда ты приходишь в зал, ты хочешь почувствовать, да, ты хочешь добиться результата по-любому, но ты не хочешь выходить за рамки вот того комфорта. Вот мне чуть-чуть больно становится, я остановился, у меня там мышца начала сжечь, и все, я остановилась. Это нормально, это нормальное восприятие нервной системы вот нагрузки на вашу мышцу, этой боли на вашу мышцу. Вот, бодибилдинг, это когда ты доходишь до вот этой боли, ты не останавливаешься, ты ее переступаешь и идешь дальше. Но дело в том, что не все хотят и могут этот порог, до этого порога дойти, переступить. Это нужно принять и понять. То есть, мало того, еще нужно научиться, чтобы ваш клиент еще умел дойти до этого порога, как бы сам переступить и потом хотеть его опять дальше. И можете спросить, я не знаю, уверена, сейчас будет много моих клиентов смотреть, они поняли, что я так и делаю иногда. Я никогда тебе не заставляю, моя цель, когда ты первый раз приходишь ко мне на тренировку, моя цель не убить тебя. Моя цель не сделать тебе настолько болезненной на следующий день, что ты не захочешь больше это повторять. Потому что это большая ошибка, когда очень... Я иногда была клиентом, когда приходила к некоторым тренерам, и они мне просто в первый же день старались там убить, там impress me, то есть, меня прям удивить, какими они там тренировками, техниками владеют и так далее. Но моя цель не убиться на тренировке, моя цель получить максимальный эффект от тренировки, понимаете. И мало того, могу сказать, такие люди иногда, они реально потом пугаются идти к тренеру, потому что он пришел, он получил на следующий день боль во всем теле, все болит, все ломит, и он скажет, да ну нафиг мне туда идти, мне это все больно, я не хочу. То есть, нужно очень аккуратно дозировать, так сказать, эту боль, потому что вы все-таки хотите, чтобы ваш клиент вернулся к вам, правильно? То есть, потом постепенно эта боль для них становится чем-то уже приятным, потому что, опять же, мои клиенты могут подтвердить, и я в том числе, что со временем ты начинаешь наслаждаться этой болью, ты хочешь ее получить, ты наоборот расстраиваешься, если ты не получаешь эту боль в мышцах, ты, блин, тебе кажется, что ты неправильно поработал. Я дам ссылочку вот внизу там в описании, ну что я знаю, этот вопрос будет, как все-таки ответить на вопрос, нужна ли эта боль постоянно в мышцах после тренировок или нет, это плюс или это минус, и в каких случаях это может быть плюсом или минусом, окей, там будет ссылочка, нужна ли боль в мышцах после тренировок обязательно. Вот, поэтому, когда я все-таки поняла и приняла, что не каждый хочет сразу же получить эту боль, чувствовать ее, и там на туалет трудно садиться после тренировки ног, я начала все-таки относиться к моим клиентам немножко по-разному, то есть, и вы можете, как тренер, уверенно заметить, если человек приходит, и он выполняет упражнение, он получает это сжение в мышцах, он продолжает делать, и там с рыком, с криком и так далее, с кряхтением, но они это будут делать. Это значит, показывает, что они уже знают, они уже испытывали эту боль, и они готовы к этому. Люди, которые приходят, и там чуть-чуть она сделала, у нее начинает немножко жжение, начинает ныть, и ты видишь, она не будет продолжать, ты можешь немножко push, немножко подтолкнуть, но не сильно, потому что этот человек, опять же, как я сказала, испугается, и у нее будут только плохие впечатления, и воспоминания о тренинг, и потом она просто возненавидит это все, окей? То есть, тут немножко нужно еще своего клиента чувствовать. Дальше, опять же, большим вопросом всегда у меня был такой, как есть ли там, где учиться, какие лучше получить сертификации, или вообще не получать. И опять же, отвечу на вопрос именно о Америке, потому что в Лос-Анджелесе, Калифорния, многие мне этот вопрос спрашивают. Я могу сказать, вот буквально позавчера разговаривала с одной девушкой, недавно она приехала, и она говорит, Саша, хочу вот так, как работал в России тренером, хочу здесь это возобновить, что мне для этого нужно, какие там курсы пройти, какие-то дипломы получать и так далее. Я и сказала честно. Во-первых, смотрите, я также могу сказать и посоветовать вам, если вы никогда не были сами клиентом, вы только там, не знаю, получили образование тренера и пошли тренировать, и тренируете только клиентов, я вам посоветую стать иногда клиентом тоже. Взять какие-то мастер-классы или персональные классы у каких-то тренеров, чтобы почувствовать, что такое быть клиентом. Потому что это мне очень помогло, потому что когда работала с Шаузом Глассом, тем же Ким Ода, с Брэд Контрересом, то есть очень много я взяла оттуда не только как тренер, я научилась у них новых техник, фишек, упражнений, особенно у Чарльза Гласса, но также я почувствовала себя, как и клиент иногда чувствует, когда он приходит к тренеру. И такие были моменты, которые мне помогли не допускать таких ошибок с моими клиентами. То есть вплоть до этики, как ты как тренер себя показываешь клиенту. То есть я не буду говорить имена, но этот человек известный, очень известный тренер, я к нему поехала. И в первую очередь мне испортилось впечатление, когда этот человек, во-первых, опоздал на тренировку на 15 минут, во-вторых, пришел в зал в шлепанце, в шортах и с банкой энергетика в руках, и видно, что у него там было утро не самое лучшее, это сразу же мое впечатление об этом тренере, о квалификации этого тренера немножко упало, понимаете. Дальше уже даже если он мне показывал что-то интересное и важное, у меня уже немножко впечатление о нем изменилось, понимаете. То есть и второй раз я к нему не поехала и не захотела с ним работать. Поэтому вот даже такие нюансы могут тоже играть очень большую роль. Поэтому если вы спрашиваете, где научиться, где выучиться и так далее, особенно в Америке, как начать, могу сказать, намного это все проще, чем вам кажется. Во-первых, смотря где и как вы будете работать. Если вы приезжаете в Америку, во-первых, по какой визе вы приехали, если у вас легальные документы, без разрешения на работу в Америке вы работать не сможете официально. То есть просто прийти в какой-то спортзал корпоративный, где большая сеть спортзалов, и сказать, я хочу работать, в первую очередь вас просят документы на разрешение на работу. То есть туда вы не сможете устроиться. Но если у вас уже есть эти документы, могу сказать, что очень много таких залов вас могут взять без образования. Об этом не все знают. И я мало того, я делаю такой эксперимент. Я, допустим, приходила в зал, а уже, допустим, время, когда уже с опытом и с образованием, я приходила, просто оплавлялась, чтобы меня взяли на работу. И мне говорили, что, я, допустим, я никогда не получала образование, да, я тренированный человек, по мне видно, но я никогда не обучалась. И мне говорят, что не волнуйтесь, и говорят, это не самое главное, мы вас за две недели научим. Я была в шоке, как за две недели они могут меня научить. То есть там у них есть какой-то базовый курс, как стать тренером. Но самое интересное, что я потом с такими тренерами общалась, и они говорят, в первую очередь, они тебя учат, как продать тренировки своим клиентам. И очень часто я также это слышала не только в Америке, из России, в Украине, очень многие спортзалы так и нанимают тренеров, и им главное интересно, чтобы ты мог продать свои тренировки. То, как ты будешь становиться лучшим тренером, это для них, кажется, неинтересно. И потом ты видишь этих горе тренеров, которые не понимают, как выполнять, не знают элементарную анатомию человека. Ты у него спроси, какую он сейчас мышцу работает, он тебе не назовет, понимаете? И это самое страшное. Поэтому, если вы думаете, что иногда тут очень трудно получить работу тренера, я могу сказать нет. Но также вы просто пополните ряды тех горе тренеров, которые ничего хорошего в эту профессию не приносят. Дальше есть онлайн-курсы. Опять же, я проходила и онлайн-курсы образования, проходила и семинары, где ты потом получаешь сертификацию, и это было больше для повышения для своего образования, так сказать. Мало того, я каждый год проходила обязательную аккредитацию, то есть добирались юниты или классы, чтобы каждый год опять же получать, регистрироваться как тренер. То есть могу сказать, что можно онлайн поучить. Основные есть школы, если хотите, я в описании поставлю ссылочку, вы хотите, посмотрите. Цены, допустим, доступные. Насколько я уже давненько смотрела на эти цены, было и 300-350 долларов за образовательный курс тренера. Вы получаете с этой корочкой, вы можете идти куда-то выступать, то есть тренировать. Далее, если у вас нет официальных документов, есть также много маленьких спортзалов, где вас могут нанять тренеров. Тренером вы будете работать, но опять же, вы приходите, вы приходите и от вас ожидают, что вы с собой приведете своих клиентов. То есть если у вас там есть какие-то знакомые, вы начнете там кого-то приводить или заинтересовывать, и вы можете к нам брать. Я также знаю, такие умники были, которые старались набрать клиентов и даже сами тренировали в корпоративных этих залах. Я знаю одну такую парочку, которые приехали, с другой стороны, даже не буду говорить какой, они ходили в большой зал корпоративный, там типа тренировались, тихонечко набирали, там каким-то клиентам подходили, говорили, там давай я тебя пойду потренирую, там столько это будет стоить и так далее. Долго это не продлилось. Дело в том, что это быстро замечается, подходишь и ты не сможешь отмазаться, что ты уже сегодня третью тренировку делаешь с разными людьми и типа ты тоже тренируешься. То есть таких людей просто потом выгоняли из зала, запрещали им иметь абонемент и все. И на этом все это заканчивалось. Хотите ли вы так рисковать? Пожалуйста, но опять же так долго и много не поработаешь. Просто тебя из одного зала в другой будет пинать и потом при устройстве, при получении абонемента тебя могут просто отказать. Вот и все. В маленьких залах так можно работать. Я знаю небольшие зальчики, где может там какие-то познакомства у вас могут взять и могу сказать, они даже не будут спрашивать ваши эти корочки, ваши сертификаты и так далее. То есть есть такая система, когда ты будешь просто за месяц платишь, я так и работала, месячные платишь аренду за зал и туда привозишь своих клиентов. Они подписывают, есть такое liability form, то есть они подписывают, что они берут абонемент, допустим, подписывается форма, что снимает соответственность зала, что если там они себя повредят и так далее. Вот. Кроме того, вам еще также рекомендуется иметь собственную иншуринс или страховку как тренера. Это тоже можно получить онлайн. То есть вот такие несколько вариантов вы можете сделать. Могу сказать, что когда-то очень давно, наверное лет 10 назад, когда я попробовала работать в таком из одних корпоративных залов, я начинала за 8 долларов в час. Ребят, для Америки это очень мало. Мало того, за эти 8 долларов в час тебе еще вычитывают потом налоги, все там оплаты и так далее. Ты если оттуда выйдешь и 4 доллара в час получишь, это будет хорошо. Насколько я знаю, на данный момент в таких залах, в больших корпоративных залах за тренировку берут 100-120 долларов, но тренер получает 20 долларов. Понимаете? То есть попробую продать тренировку за 120 долларов, чтобы купил этот еще клиент их там штук 10, и ты из них только по 20 долларов получишь. Опять же, еще не забывайте, вычеты налог и так далее. То есть это не будет 20 долларов. Поэтому очень часто эти залы, так и на них убирают таких тренеров, которые за 2 недели получают весь курс тренерский и потом начинают тренировать клиентов. Потом обидно за свою профессию, потому что когда ты годами это учишь, практикуешь и усовершенствуешь, а вот за 2 недели их научили и за 120 долларов продают они эти тренировки. Поэтому вопрос, когда вы меня спрашиваете, как стать тренером в Америке, можно, но опять же в зависимости, во-первых, какие у вас документы, во-вторых, да даже тот факт, что очень было, я отступлюсь от темы, очень часто мне там пишут, Саша, я там мистер Россия по бодибилдину примерно, и я там выступил на своих соревнованиях, у меня там, я тренер же с 3-х летним опытом работы, вот я приеду в Америку, какие мои общинсы или варианты, и я объясняю, то, что ты там делал в России, это забудь, и тебе в этом можешь себе там писать в резюме и так далее, но ты, твой личный вид, это будет твоя визитная карточка, понимаешь? То есть очень часто, как набирают клиентов, ты просто даже ходишь где-то в залы, или к тебе подходит, ой, ты так классно выглядишь, ты тренер, там сможешь меня потренировать, или ты, наоборот, подходишь, говоришь, вот я там тренер, хотите, я вам помогу с вашей техникой выполнения, но это не часто этот вариант я видела, вот, поэтому есть варианты, но в зависимости, как и вашего разрешения на работу, то есть ваши визы, пока вы приехали, дальше образование, как я сказала, вы можете здесь получить, но это будет на вашей совести, насколько вы будете хороший и профессиональный тренер, и третье, опять же, по заработкам, здесь может быть от 20 долларов, опять же, еще минус все вычеты, и да, есть, которые и по 300 долларов за час берут, вот, и, но до этого нужно дослужиться, и, к сожалению, то, что ты был мистером, там, Москва в каком-то году в Америке, это будет не котироваться, так сказать, пока ты не докажешь здесь своим примером здесь, что ты добился, как ты добился этого и так далее, вот, поэтому, но я не могу сказать, что если, допустим, у тебя уже есть хорошая база, у тебя хороший есть опыт работы в Москве, там, допустим, и у тебя есть хорошая, допустим, та же Инстаграм, Фейсбук, раскрученные с хорошими фотками, видео и так далее, это, естественно, тебе поможет здесь пробиться, но, опять же, искать клиентов ты будешь сам, то есть реклама здесь может работать разно, но уже эти визиточки и флайеры, это уже прошлый век, так сказать, здесь будет, надо будет еще учиться, как себя продвигать онлайн, потому что сейчас вся реклама все равно онлайн, вот, поэтому вот в этой части видео я хотела вам рассказать всю же разницу между теорием, теоретиком, так сказать, и практиком, дальше, также, как стать тренером в Америке, и еще могу сказать такой момент, смотрите, очень многие там, я знаю очень много тренеров, которые там когда-то получили эту корочку и продолжают тренировать по той же базе и так далее, и не интересуются ничем новым, не какими-то новыми направлениями, вот они как долбили, вот все, только приседаниями можно сделать ягодичные, или там, вот он там когда-то, не знаю, 20 лет назад выступал и не делал кардио, и там ел один раз в день, потому что он подкалывал себе там какой-то гармончик, ну это будет он долбить себе всем клиентам в течение 20 лет, понимаете, прогресс идет во всем, и в фитнесе, и узнаются новые, equipment, новые тренировки, новые формы тренировок, новые подходы к тренировкам, это все равно прогресс идет, и не нужно оставаться в том прошлом, я не отказываюсь, что есть база, есть базовые упражнения, нужно этому учиться, нужно знать и понимать, но также нужно учиться прогрессу, нужно следить за прогрессом, нужно смотреть, что нового выходит на маркет, и если уже, понимаете, я уже об этом много раз говорила, насчет фитнес-резиночек в 2013, когда я первый раз приехала проводить семинары в Украину, и меня просто гнобили этими резиночками, что ты за фигню привезла, это все бред, ты жопу ее не накачаешь, сейчас, понимаете, если я уже увидела, что Чарльз Глаз, который вообще считается динозавром бодибилдинга, даже он, мало того, он меня первый раз был спросил, он видел мои видео, он как-то пришла к нему на тренировку, он говорит, Саш, мол, что там за резиночки-то можешь, я ему дала первую резиночку для проходки в сторону и работы на ягодичную, понимаете, то есть даже если он начал стараться угнаться за прогрессом, то не надо мне доказывать, что только приседаниями можно сделать ягодичные, понимаете, то есть учитесь прогрессировать, учитесь сами и учите ваших клиентов. В следующем блоке я хочу рассказать именно как помочь вашим клиентам почувствовать лучше мышцу, включить намного лучше мышцу, как можно сделать тренировки разнообразными и интересными в то же время, чтобы не казалось, что ты делаешь одни и те же упражнения и тренировки, хорошо? Так что надеюсь, вам понравилось это видео, свои лайки, комментарии ставьте, буду рада ответить на все ваши вопросы по тренировкам, по питанию. Если есть критика, буду рада ее услышать, обоснованную критику. А в следующем видео мы поговорим немножко более подробно именно как работать и сделать лучше вашу работу как тренера. Все, всем пока!